Конец зимы – это всегда время, когда организм человека чувствует некий дискомфорт. И все мы знаем, что всегда это авитаминоз. Но на что еще стоит обратить внимание, чтобы приступить к какой-то терапии, мы решили узнать в клинике Чехрановых. Начать, наверное, нужно сначала не заканчивать пить круглый год поливитаминные комплексы никогда. Потому что все-таки наша пища, она сейчас оставляет желать лучшего по составу витаминов, микроэлементов. И мы в любом случае, питаясь, думая, что правильно, мы в любом случае витамин не доедаем. Поэтому круглый год мы все время принимаем, пусть это будет аптечный какой-то поливитаминный комплекс. Написано для детей, значит, для детей, написано для взрослых, 45+, но его нужно принимать. Дело в том, что нас истощает не только сама зима, не только наш вот этот вот длительный холодный период, когда мы действительно сидим дома, нам лень куда-то выходить из-за мороза, когда инсоляция снижается, мы меньше на солнышке бываем. А ведь люди еще все разные, да? Кто-то спортом в это время занимается, кто-то забеременел, вынашивает ребенка, кто-то заболел какой-то там болезнью, может быть, это будет ОРЗ. И у таких людей увеличивается потребность витамина. Все люди должны понимать, что в весенний период мы должны, первое, что сделать, это увеличить употребление витамина D. Почему? Потому что он нас будет готовить к лету, к весне. Он будет защищать, стимулировать нашу иммунную систему, чтобы она правильно противостояла вирусам. Расскажите, как, может быть, понять человеку, который еще не обратился за помощью к специалистам, что ему уже организм дает свои звоночки? На какие аспекты своего здоровья стоит обратить внимание и понять, что лучше бы уже сходить, и чтобы тебе подсказали? Сначала всегда появляются такие, скажем, жалобы общего характера. Апатия какая-то, утомляемость, сонливость в течение дня. Очень такой специфичный, наверное, признак, что именно про женщин, что действительно чего-то не хватает уже, это болезненные менструации. Кстати, у многих девочек вообще всегда болезненные менструации, и все думают, что это нормально, это ненормально. Это признак дефицита витаминов, ну и, собственно, микроэлементов. Это была рубрика «То, что доктор прописал». Увидимся через неделю. Мы благодарим клинику Чехрановых за помощь в организации съемок.